Здравствуйте, в эфире программа «Содержание» на радиостанции «Фенам.ФМ» 99.6 и у меня ее ведущего Александра Лепницкого. В гостях Александр Кутиков, известный музыкант, композитор, но в сегодняшнем контексте знаменитый звукорежиссер московского рока и руководитель звукозаписывающей компании «Синтез Рекордс». Привет, Александр. Приветствую, Саш. Привет всем, всем, кто слушает сейчас «Фенам». Почему последнее твое звание для меня сегодня, скажем, важнее предыдущих достижений? Потому что, собственно, у меня за полтора года уже выхода в эфир никогда не сидел напротив меня звукорежиссер, работающий с российской, советской рок-музыкой. И, насколько я помню, у тебя же даже родственные узы тебя связывали со звукорежиссурой. Я знал твоего тестя. Ты имеешь в виду Виктора Борисовича Бабушкина? Нет, он был мужем сестры моей супруги. Да. Ну, так как дело это было очень давнее. Это очень давнее дело. Ну, скорее я был у него в учениках ходил. Он меня пустил в свою, так сказать, лабораторию звукозаписывающую, то бишь в свою студию. И на протяжении двух лет я очень многому у него научился. И с точки зрения профессии звукорежиссера, и с точки зрения того, что находится в глубине, как бы, этой профессии, то, что проще было бы назвать эстетикой музыкального произведения. Как находить самое лучшее внутри, может быть, даже не лучшего музыкального произведения, и каким образом создавать музыкальный образ из того, что ты нашел. И представлять музыкальное произведение с самой лучшей стороны, пряча недостатки и подчеркивая достоинства. Вот этому он меня научил. А теперь я должен поделиться с моими радиослушателями историей, которая сегодня приключилась. Это довольно забавно. Мы первый раз хотели встретиться с моим тезкой Сашей Кутиковым еще месяц назад. И тогда я просил его принести его, как бы, greatest hits его продукции, тех русских групп, которые он записывал вся в студии. Сегодня я ему об этом напомнил, но с удивлением обнаружил в его пакете, который он высыпал на стол перед эфиром, совершенно неожиданных, любимых мною кучу пластинок. И мы, конечно, начнем слушать именно то, что он сначала принес. В дальнейшем мы, безусловно, будем... Я познакомлю вас с продукцией Synthes Records и с работой Александров, собственно, как продюсера и звукорежиссера. Но, наверное, ответить твоей вводной фразе нужно, безусловно, песне Norwegian Wood. Ты ее и выбрал. И, собственно, Битлз это было тем полем, которое нас объединило, когда мы познакомились в 70-е годы. Ну, я тебе что могу на это ответить? Что это то, что называется оговорка по Фрейду, да? Без этой музыки не было бы меня, да? Ни как музыканта, ни как звукорежиссера. Поэтому, может быть, и хорошо, что мы вначале послушаем чужую музыку, то есть ту музыку, которая для меня, так же, как и для тебя, послужила каким-то главным катализатором в жизни и поменяла и жизнь, и представление о мире, о стране. Это было в возрасте, скажем, когда мне было 14 лет, это был 66-й год. И первая песня, которая, ну, меня сразила просто, сразила. Это была песня Norwegian Wood. Я сейчас жалею, что я не привез моно-версии альбомов, потому что не зря их выпустили, как отдельное издание, вот не так давно, потому что Битлз в моно-варианте звучат просто фантастически. И Джордж Мартин, комментируя выход этого, так сказать, издания, он и говорил о том, что он, в принципе, писал Битлз в моно. И тогда не было еще традиций и системы звукозаписи в стереоформате. И поэтому эксперименты, они приводили к тому, эксперименты в этом формате звукозаписи приводили к тому, что истинный баланс Битлз разваливался. Это было... А я согласен, потому что мы и слушали это в моно. Мы-то слушали это все в моно, конечно. У меня было 45-ка. Скажи, когда, собственно, эти занятия стали пересекаться в твоей жизни, звук режиссура и реальная работа на сцене, музыкантом? Тогда, когда я поначалу бросил военно-механические технику, в котором я учился, и мой дед хотел, чтобы я стал военпредом на заводе военном, я учился радиолокации. Кстати, это потом очень сильно помогло в профессии. То есть вот это техническое, инженерно-техническое, даже незаконченное образование, оно явилось хорошим фундаментом для профессии. Там хорошо обучали? Ну, если ты плохо учился, тебя просто-напросто выгоняли. А так была там повышенная стипендия на двух факультетах. Это оптика и радиолокация. Я получал стипендию в 40 рублей. Для меня это было просто фантастическое богатство. Больше, чем за концерт в начале 70-х? В тот момент я еще не получал денег за концерт, а просто музицировал от души и с кем угодно, как угодно, и в любой обстановке и при любых обстоятельствах, позволяющих это делать. И когда я все забросил, забросил профессию параллельно радиорегулировщика, которой я опять же занимался, я понял, что продолжать какую-то вот такую рабочую деятельность, не связанную напрямую с музыкой, нужно где-то в близких областях к музыке. Понятно, что тот рок-н-ролл, который жил в моей душе, в официальной музыкальной среде Советского Союза, принят. Не было, значит, перспективы стать профессиональным музыкантом, занимающимся этой музыкой у меня не было, я это понял. И я попросил своего деда, чтобы он помог мне устроиться в Государственный комитет по радиовещанию и звукозаписи. Потому что я понял, что ближе, чем звукозапись, к музыке, ну, нет, скажем, никакой профессии другой, нету. Вот. И благодаря его помощи я в возрасте 18 лет стал самым молодым работающим самостоятельно звукооператором, а потом звукорежиссером, в цехе трансляций и вне студийной записи. И начал свою, так сказать, самостоятельную звукозаписывающую деятельность записи концерта Карела Гота в театре эстрады. Ну, а потом было много-много-много всякого разного, другого, включая, допустим, концерт «Поющий гитар», первый концерт в Москве, который проходил в киноконцертном зале «Октябрь». А, скажем, за клавишами в этом коллективе играл молодой Юр Антонов. Тогда еще не легендарный композитор всех наших поп-шлягеров или многих поп-шлягеров, а просто клавишник. И, вот, скажем, я записал одним из первых, во всяком случае, с концерта, так уж это точно, «Для меня не тебя прекрасней». Он ее пел в составе «Голубой гитары». Это была одна из первых его песен. Ну, хотя эта твоя запись, она вообще есть на альбоме? Переиздана на CD? Нет, это же все в архивах дома звукозаписи было, ГДРЗ. И, может быть, это сохранилось, а может быть, это давно размагничено, потому что там даже фондовые записи хранились определенное количество лет. А если это были репортажные записи, которые были предназначены для выхода в эфир в ближайшие какие-то несколько дней или месяцев, после выхода в эфир они размагничивали. — Саша, а вот те пластинки, которые ты сегодня принес западных артистов, твой выбор обусловлен качеством записи или это только любимые песни и любимые артисты? — Я бы сказал, что и так, и так. Потому что, как правило, все-таки у тех людей, которые становились big stars в музыке, у них чаще всего продюсеры были очень талантливые люди. И, скажем, по меньшей мере половина заслуги в становлении этих артистов как big stars — это, конечно же, заслуга продюсера. — И, кстати, в фильме про одного из... — Да, да, еще один момент. Я просто хочу сказать, что продюсер, надо правильно понимать, впоследствии в России понятие продюсер приобрело совершенно другое наполнение. — Превратное. — Да. То есть менеджеров, так сказать, людей, которые занимаются финансами, организацией... — Пиар-агентов. — Пиар-агентов всех стали называть продюсерами. Да нет. Продюсер — это человек, который вместе с музыкантами, а иногда и за музыкантов, создает то, что называется главным продуктом — музыкой. — Слушать в компании с Александром Кутиковым Рэй Чарльза — это особое удовольствие. Я слушаю твоими ушами, ушами продюсера и звукорежиссера. — Да, удивительно красивая работа продюсеров, блестяще расписан оркестр, великолепная техника записи. Рэй Чарльза писать очень тяжело. Его вообще очень тяжело озвучивать на концерте. Все его концерты с точки зрения озвучивания были большой-большой проблемой, потому что он был очень консервативен, работал по старинке, не принимал никаких практически никаких нововведений, он работал без мониторов. — Грандиозно. А давай вернемся в конец 70-х, начало 80-х, когда, собственно, ты начал записывать то, чего не существовало. для официоза российскую рок-музыку, то есть свою группу «Машина времени», группу «Воскресенье». Вот давай окунемся в те далекие времена. — Ну, скажем, попытки записать «Машину времени» начались еще году, скажем, в 73-м. Нет, скажем так, первая запись «Машина времени», такая официальная, была сделана в ноябре месяце, в конце октября, в начале ноября 1971 года. Я ее организовал через радиостанцию «Юность» в ГДРЗ. Мы записали первые там пять или шесть песен. И это был мой дебют на студии. Я очень нервничал, очень волновался. Ну, впрочем, дебют как музыканта, как и мы все. И мы записывали эти первые песни пополам с тогда еще основным бас-гитаристом группы «Машина времени» с Игорем Мазаевым. Но через буквально четыре-пять дней после этой записи он ушел в армию. И я уже обосновался в «Машине времени» как бас-гитарист. Значит, вот это вот были первые наши записи. Потом были попытки записать на домашние магнитофоны вместе с Аликом Микояном, который у нас играл. Это был год 1973-1974. Мы пытались записать на Танберг, по-моему, у него был магнитофон. И там, возможно, были наложения с дорожки на дорожку. Но, конечно, эта запись была просто катастрофичная с точки зрения, так сказать, ее качества и так далее. Но, тем не менее, это уже, так сказать, нас поднимало немножко над самими собой. У нас уже были какие-то опыты, и у меня были какие-то опыты. Хотя, скажем, вот эти вот записи, которые делались в тот период, они делались скорее не мной. Потому что я играл. Я не мог быть одновременно и звукорежиссером, и музыкантом. Ну, и в дальнейшем все складывалось таким образом, что мы разошлись немножко на время. То есть я ушел из машины времени, ушел играть «Високосное лето». Причины были вполне человеческие. Скажем, «Високосное лето» играло ту музыку, которая мне была более интересна с точки зрения музыки. Тогда я еще, скажем, не так внимательно относился к текстам, как стал относиться буквально через несколько месяцев, а может быть, пару лет после ухода из машины времени. Тебе стало не хватать текстов, Андрей? Мне стало не хватать текстов. Смысла? Содержания? Содержания. Мне хотелось, чтобы когда, скажем, мы поем и играем, или, скажем, когда поем, мы понимали, что мы отдаем не только с точки зрения энергии и своего какого-то вокального умения, а с точки зрения мысли, чтобы музыка... мне не хватало того, чтобы музыка была окрашена мыслью, окрашена, окрашивает слова. Я в течение нескольких лет находился в заблуждении, что можно решить эту проблему путем нахождения новых мыслей в музыке, в аранжировках и так далее. Да, это можно. Но для того, чтобы люди обратили внимание, по-настоящему обратили внимание на твое произведение, нужно, чтобы, так сказать, были интересные, глубокие и важные для каждого, кто слушает, слова. И вот поэтому ты начал записывать «Машину времени» и «Воскресенье» уже как бы в роли звукорежиссера. Да. Макар меня позвал в 76-м году, когда снимался фильм «Шесть письмам о бите», а я был, так сказать, звукорежиссером в группе «Високосное лето» во время записи. То есть, ну, там, наложение, вся вот эта вот история, то, что нужно было делать сверху, это уже делал я. И баланс как-то мы отстраивали, я уже влиял как бы на это дело не только как музыканта, но как продюсер, саунд-продюсер. А когда «Машина» записывала свой трек, свои треки, «Марионетки», там, «Посвящение», там, несколько треков записывалось, то Макар меня попросил, и я их записал. И записал очень удачно. Ну, мне был, скажем так, мне понятна была их музыка, их концепция, и я понимал, в каком, скажем, обрамлении звуковом, да, эта музыка будет хорошо восприниматься. Я их записал. Дальше уже получилось так, что я перешел на работу в ГИТИС, в ту студию, которая, в общем, была замечательным ночным клубом для некоторых людей, которые были в него вхожи. Это были и режиссеры, и актеры молодые там, и музыканты. И вот в этой обстановке замечательной мы сначала записали «Високосное лето», потом я записал «Машину». Вот этот знаменитый альбом, это было так давно. Я писал ночами, две недели. Пьянство было вокруг несусветное, но при этом все было очень весело и очень креативно. Вот я записал этот альбом. После этого я записал «Воскресенье». Были еще там какие-то работы. Если ты помнишь, был такой Саша Азенштадт, наш друг, музыкант, который играл джаз. У него был квартет, трио, помимо оркестра. Я записывал его. Это тоже была такая работа непростая. И многому научила, потому что другое направление, другая музыка, другие взаимосвязи между инструментами и так далее, и так далее. А давай перед «После этого» мы прервемся на музыку. И из сотен песен твоей группы «Машина времени» мы сегодня выбрали песню с розового альбома. Почему именно «Улетай» сегодня пришла в голову? Ну, во-первых, эта песня записана на Нейбервод Студиос. Продюсером этой песни, ко-продюсером этой песни был Хеймиш Стюарт. Это человек, который долгое время руководил музыкальным коллективом Пола Маккарни. Блестящий музыкант и замечательный человек. У нас был прекрасный звукорежиссер. Человек, который имел прямое отношение к такому мною очень любимому диску группы «Супер Трэмп» «Брэкфаст и номерка». А к записи ты имел отношение? К самой записи? Конечно. Каким образом? Я был продюсером редакции. Дело в том, что когда мы набрали материал, перед сведением, естественно, материал редактируется слегка. Вычищаются треки, убирается лишнее что-то, шумы. Ну, в общем, чистится. Я был продюсером редакции. Я забрал весь материал в Москву. Очень переживал, очень нервничал. Потому что критерии, с которыми подходят к выполнению работ, подобных работ в Англии и в России, они абсолютно не совпадают. Но в силу того, что я все время стараюсь учиться. В процессе записи, вот, двухнедельной нашей, когда мы набирали материал, я очень внимательно следил, как делается редакция, ну, та, которая идет по ходу. Мы много говорили с Хеймишем, и, так сказать, я понял его концепцию по работе, по редактированию материала. Так, как это делают, там, делает Маккартни, там, как это делает Оазис, как это делают другие большие, так сказать, люди, звезды, там, U2. А это включает в себя большое количество записанных дублей? Вот, как отбор? Это, количество дублей, это первый этап записи. Когда ты делаешь запись лайв, лайв, это не только концерт, это когда в студии группа играет вместе. Вместе, да. Конечно же, это делается в первую очередь для того, чтобы найти дубль лучше не столько по исполнению, хотя исполнение должно быть хорошим, сколько по состоянию и энергетике. Никогда ты не добьешься вот состояния, вот, скажем, вот этого группового, никогда по трековой записью, как бы хорошо не играли музыканты. По трековой, это я объясню радиослушателям, это если каждого музыканта записывать отдельно, вне контекста общей песни. Музыканты знают, все, они выучили, они там садятся и играют, и так по трекам это все пишется. Может быть, очень красиво, может быть, очень чисто с точки зрения звукозаписи, но энергетика, которая создается группой людей, это то, что нужно создавать именно таким образом и фиксировать. Мы писали, скажем, ну, в среднем 6-8 дублей каждой песни. Был рекорд у нас, по-моему, записали 16 дублей. — С какой песней? — Как это ни странно, по-моему, это была песня «Старый самолет», которая, в общем-то, не такая уж и сложная. Просто, ну, бывает так, что вот не получается, не сходится что-то. Я у Хэмеша потом, я Хэмешу говорю, Хэмеш, мы, наверное, не умеем играть нифига. Он говорит, да ты не расстраивайся, вы отлично играете, у вас все правильно, все хорошо. Я тебе просто приведу пример. Вот мы с Маккартни однажды, не буду называть песню, писали песню целый день. Мы записали 32 или там 34 дубля, и ни один не мог быть взят за основу. Мы замаялись, мы решили разойтись, и на следующее утро, когда мы вернулись, мы записали первый же трек, тот, который пошел в работу. Нет, говорит, у вас все нормально. Ну, а теперь заключительный мой, пожалуй, вопрос по «Машине времени» и студии «Эбби Роуд». Дело стоило того, потому что многие по результатам записи не только «Машины времени», но и других наших групп, которые в последние годы уезжают и записывают альбомы в западных студиях, кто угодно, они будут переходить на личности. Очень многих здесь и ждущих эту продукцию фанатов, меломанов и даже профессиональных музыкантов, не устраивает и говорят, ну, типа, «Опчинка выделки не стоила», стоило ли вообще туда ехать, так сильно париться, ничего не изменилось. Я хочу сказать, что вообще в нашей стране очень часто цинизм вот некоторых людей, да вообще всех наших российских людей, он вообще ничем не оправдан. Вот вообще ничем. Знаний немного, умений недостаточно, осуждений вагон. Согласен. Вот и все. Ну, ты ответил. Да. Тебе лично, наверное, эта работа дала очень много. Она мне раскрыла мир опять, только уже как бы немножко в другую плоскость и в другом направлении, как музыкальном, так и профессиональном, и как продюсеру, и как звукорежиссеру, и как музыканту. Вообще это было погружение в тот мир, о котором мы всю жизнь мечтали с детства. И это было удачное погружение, потому что если бы не было бы этого погружения, то, скажем, я бы не записал бы свой альбом. И не вернулся на Эберо вот опять. И более того, я знаю абсолютно точно, что если сложится так, что у меня появится новое, так сказать, у меня появится возможность записать свой новый альбом, то я его буду писать по той же самой схеме, по которой делал Дота Го. Стокгольм, Лондон. А почему Стокгольм? Потому что это удивительная страна. С удивительными музыкантами и вообще с удивительным народом. А в Стокгольме, это уже ни для кого не секрет, с точки зрения поп-музыки лучший продакшн в мире. Продакшн, понятно. С времен Аббе? Нет, был промежуток времени небольшой, когда, так сказать, к Стокгольму и к шведским музыкантам, и к скандинавским музыкантам вообще относились через призму, так сказать, вот Абба. А нет Абба, значит нет ничего. Вот, на самом деле это абсолютно не так. И Макс Мартин, который является на сегодняшний день одним из лучших продюсеров в мире, который делает такие блестящие упаковки для поп-звезд сегодняшних. Он доказал, так сказать, продюсерские способности людей в этой стране. Там великолепные музыканты, очень хорошо образованы. Вообще, мне шведы понравились тем, что независимо от того, какую профессию они выбрали, строитель, инженер, музыкант, они все стараются в своей профессии добиться максимальной высоты и профессионализма. И они уважают себя за это. Да, я, там допустим, слесарь, но какой! А вот артист, которого ты сегодня принес послушать, Алан Юханнес, он кто? Алан Юханнес, это отдельная история в нашей жизни. Скажем, начну чуть-чуть издалека. Году в 1974-м, по-моему, из Советского Союза уехал дуэт такой Сережи и Наташи Капустины. Они записали несколько демо песен абсолютно в ГДРЗ. И я-то услышал это, так сказать, через такие вот слухи ГДРЗшные. Там такие ребята записались, музыка абсолютно не советская. Она действительно была не советская, это был soul music такой, слегка окрашенный регги. Вообще это звучало очень необычно для российских ушей. Даже тех людей, которые, так сказать, занимались музыкой в андеграуде, это было очень профессионально. Это было сделано на очень высоком, как сказать, образовательном уровне. Слышно было, что музыканты очень хорошо образованы. Вот, они уехали, и через какое-то время Наташа оказалась, так сказать, не Капустинной. Вообще-то она была Шнайдерман. И, обосновавшись в Америке, она, скажем, какое-то время даже пела на бэк-вокале у Стиви Вандера. Потом записала, они записали диск, который назывался Black Russian в конце 70-х, где-то году в 78-79. Очень удачный диск. Она там выступала как композитор, как певица, вместе со своим тогдашним мужем. Потом разошлась и встретила Аллана в Лос-Анджелесе. Аллан Йоханнес — это человек, который вот типичный представитель такого калифорнийского, лос-анджеловского андеграуда. Который, несмотря ни на что, несмотря на годы, время и так далее, остается вот в этом андеграунде. Хотя уровень его образованности, уровень его таланта и вообще те проекты, которые он делал, он очень хороший продюсер, помимо всего прочего. Но они позволяли бы ему стать значительно больше. Скажем, в последнем проекте «Them Crocket» Уолтурес, он был приглашенным музыкантом. Он играл все туры вместе с этими, так сказать, великими людьми, там, Джон Пол Джонс и так далее. Ну, ты знаешь этот проект. Они его очень хотели получить как основного музыканта. Нет. Он с ними турил. Но он с ними как бы не входил в такую плотную, что ли, компанию. Его пригласил Маккартни. Он отказался. Маккартни пригласил его музыкантом. Это оценка. Это значит выйти из андеграунда всерьез и надолго. Всерьез и надолго, а может быть навсегда. Да. Вот. Но вот он такой вот человек. Вот я... Да, но, к сожалению, Наташа ушла, там, два года там и назад. Болезнь и очень быстрый уход из жизни. И Аллан в течение года не был дома. Он не мог возвращаться домой. Это я так рассказываю историю такую уже сугубо внутреннюю. Спустя год он вернулся в дом, где они прожили очень много лет. И в течение четырех дней один написал и записал тот альбом, песню, с которого мы послушаем. Мы только что прослушали в эфире программы содержания песню... Мы только что прослушали в эфире программы содержания песню Алана Юханаса «Endless Eyes». Сейчас мне пришла в голову идея продолжить разговор с моим гостем Александром Кутиковым. Мы так редко видимся, что разговор не может быть ограничен теми 30 минутами в единственном эфире, который вроде бы я надумал. И в следующее воскресенье мы обязательно встретимся с Александром снова. А что бы сейчас мы послушали с тобой напоследок? Вот раз мы решили так неожиданно закончить первый эфир, и почему? Ну, скажем так, вот Алан — это человек из, так сказать, калифорнийской андеграндовой семьи. А, скажем, группа «Тота» — это тоже лос-анджеловский коллектив. Во всяком случае, продукт калифорнийского рок-н-ролла, но только начало 80-х годов. И это лучшая студийная группа того времени. И, скажем, техника звукозаписи этого альбома, это «Тота-4», и этой песни, которую мы послушаем, она просто превосходна. Ну, прежде чем мы на одну неделю расстанемся, скажи, пожалуйста, Александр, вот удается ли тебе учиться уже в зрелом возрасте у западных продюсеров и звукорежиссеров? И какие тенденции в последние годы, скажем, ты берешь на вооружение? В общем, если говорить честно, я для этого и езжу туда. И стараюсь работать с иностранными музыкантами, иностранными продюсерами для того, чтобы учиться. Потому что многое из того, что, скажем, к чему мы приходили интуитивно, является частью профессии. И более того, она намного шире, она намного глубже, она намного интереснее при всем том, что она всегда была интересна, скажем, для меня. И поэтому каждая поездка туда, это помимо чисто музыкальной и творческой работы, это обучение. Это я просто счастлив, что имею такую возможность. Вообще, музыка это такая, как сказать, это такая река, что в ней нужно плыть, 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 плыть и плыть. И учиться, учиться, учиться и учиться. Я в данном случае не цитирую нашего бывшего вождя страны, но в некотором смысле вот эти слова, это важнейший, скажем, аргумент в жизни любого человека. Как только ты перестаешь воспринимать, оценивать и работать с той информацией, которая приходит из мира, ты начинаешь медленно умирать. Ну что ж, мы с тобой расстаемся на неделю и предлагаю поговорить в следующий раз уже непосредственно о твоих опытах с российской, советской рок-музыкой и поспорить. Потому что у нас возникла с тобой одна очень интересная тема, что есть содержание и не являлось ли оно избыточно превалирующим в 80-х годах советской рок-музыки. Ну тогда давай до следующего воскресенья. До свидания, Саш. До свидания, Саш.